Добрый день! У нас второе занятие по программе Winthrop ZC 5.0. Ну и следующая командная строка в меню данных это материала. Что здесь материала? Здесь существует две закладки каталог материалов с однородной структурой ну и вторая закладка каталог слоев с неоднородной структурой то есть однородной структуры один материал там например кипичная кладка пенополистирол каталог с неоднородной структурой то есть это у вас какие-то материалы например пустотная плита перекрытия то есть железобетон и пустоты соответственно так ну давайте сначала остановимся на каталогах материал с однородной структурой что здесь здесь во-первых можно выбрать производителя если он есть ну здесь несколько вариантов представлено и тип соответственно материал для каких целях он служит то есть там тренисины например кладки перекрытия сразу же группируется по определенному типу что достаточно очень удобно сразу же хочу сказать что в этой базе запитые различные материалы в данном случае вот кирпичные укладки перекрытия который соответствует разработчикам программы программа разработана в польше то есть мы все материалы включаем их соответственно там где они продаются то есть польше что касаемо наших материалов которые поставляются на территории российской федерации для этого нужно открыть слог правил тепловая защита зданий то здесь здесь присутствует основные типы конструкции которые находятся то есть судя по всему по оглавлению то есть приложение т на 82 странице то есть когда мы войдем на 82 странице немножко дальше расположен вот старая страница здесь показаны основные расчеты теплотехнических показателей строительных материалов и изделий так ну и начинается с теплоизоляционных материалов в которых показаны наименование материала плотности водильная массовая теплоемкость дальше теплопроводный сухом состоянии влажность в зоне эксплуатации ААБ теплопроводность в зоне эксплуатации ААБ дальше теплоусвоение также в зоне эксплуатации ААБ и паропроницаемость так вот если у вас данный материал например кладка какая-нибудь кладка из кирпича совпала со значениями которые находятся в этой актуализированной версии то есть вам повезло то есть вы спокойно можете брать данные значения ну и еще один вариант то есть ввиду того что с них написано в двенадцатом году научно-технический прогресс не стоит на месте и появляются новые материалы ну как например вот например керамические блоки так то есть нужно найти тот керамический блок который используется у себя в здании ну и у производителя существуют соответствующие сертификаты а также в каталоге по определению теплотехнических или протоколы по определению теплотехнических статистик которых вы точно так же можете найти все эти значения и воспользоваться ими взяв соответственно за основу вот например и овец точно так же концентра по проводу сезонной эксплуатации а.б. то есть ну а также приводятся основные характеристики по плотности соответственно коэффициент по проводности в сухом состоянии в зоне влажности определенной также есть коэффициент пара проницаемости так как определить нам в какой зоне эксплуатации мы находимся то есть а или б для этого нам необходимо найти карта зон влажности приложение в находится на странице 31 я чуть больше возьму так и не найдем сейчас эту зону карты влажности то есть дальше задача найти ваш город то есть вот например который мы город задали находится в зоне влажности 3 все это сухая так следующим этапом опять возвращаемся на начало и нам нужно найти вот таблица номер один влажностный режим помещений вернее не ее а условия эксплуатации ограждений таблица номер два то есть ну и вот здесь вот представлены зоны эксплуатации а.б. зоне влажности то есть по карте была сухая ну и влажностный режим помещений какой должен быть то есть для жилых зданий предполагается что должен быть влажностный режим помещения нормальный пересечение столбца строки дает вам какую-то букву а либо б ну в данном случае дает букву а теперь если у вас нету каких-то материалов соответственно и они не соответствуют нормативной литературе либо протоколом сертификации то есть их можно ввести для этого внизу существует кнопка добавить новый элемент появляется новая строка ну и давайте добавим определенный элемент ну например кладку из сплошного кирпича сейчас я вам покажу для этого нужно в своде правил тепловая защита зданий то есть в таблице Т1 найти кирпичная окладка из сплошного кирпича ну и вот здесь вот глиняный обыкновенный то есть это плотность удельная массовая теплоемкость коэффициенты по проводности в сухом состоянии вот здесь в зоне эксплуатации А в зоне эксплуатации В ну и паропроницаемость 0,19 так как осуществить вход то есть здесь нужно ввести 10 символов вот сократим то есть кирпичная окладка из на цементных печа на брасоре так плотностью 1800 то есть здесь нужно ввести до до десяти символов то есть больше невозможно дальше здесь можно описать кирпичная кладка из сплошного кирпича так ну 1800 тоже здесь много в сайт НИНАМА здесь тоже идет ограничение дальше если вам известен производитель выводите производитель дальше тип это вам нужно выбрать категория где будет находиться в укладке перекрытия так дальше если есть каталожный номер вводите каталожный номер так ну и коэффициент теплопроводности то есть коэффициент теплопроводности в зоне эксплуатации у нас 0,7 так и пишем 0,7 так ну дальше вот даже само отображается повторяется но нам нужно другое значение то есть на целых восемьдесят один так и пишем на целых восемьдесят один дальше в зависимости от того какие у вас нормативы то есть нужно ввести коэффициент соответственно коэффициент диффузионной паропроницаемости либо сравнительный коэффициент диффузионной паропроницаемости либо он посчитается на воде одного из них посчитается автоматически итак открываем и это у нас значение 0,11 так ну и вводим сюда 0,11 и сразу же видим что у нас считается все автоматически то есть дублируется значение зольной эксплуатации B то есть влажностный режим так ну и плотность плотность у нас 1800 отдельная массовая теплоемкость на целых восемьдесят восемь килоджоулях так ну и заданная заранее толщина D если вы сюда введете сразу же значение ну например там толщину 250 то есть потом когда вы будете применять данный материал в своих расчетах то есть толщину уже невозможно будет изменить если мы оставим это поле свободным соответственно в дальнейших расчетах то есть мы ставить можем любую толщину и будет считаться при этих значениях толщины сопротивление ограждающей конструкции слоя ограждающей конструкции так вот принцип ввода материалов тех которые отсутствуют непосредственно данной базе так что касаемо каталога слоев с неоднородной структурой здесь тот же самый принцип если у вас отсутствует какое-то перекрытие либо значения отличаются то то же самое то есть вы сюда таким же способом нажимаете соответственно ящейку вводите значение и заводите те необходимые данные для того чтобы в дальнейшем применить в расчетах так ну нам это делать не надо соответственно удалю так не забываем сохраняться периодично автоматически не сохраняет то есть ту информацию которую ввели постепенно так вот все что касается относительно в меню данные материалы то есть как вводятся новые материалы которые отсутствуют в основной базе данной программы так всем спасибо за внимание до следующего занятия